Добрый день, уважаемые коллеги. Вопросы, действительно, по предыдущим докладам, есть, я думаю, не только в президиуме, но и в аудитории, в докладах, в онкологах. Мы оставим все на обсуждение, потому что там короткие вопросы, я думаю, не обойтись. Пока идет обратный отчет, я хочу сказать, что действительно целесообразность, необходимость проведения медицинской реабилитации онкологическим пациентам уже не для кого, так сказать, не новость, и это, по сути, аксиома. Более того, мы сейчас, все онкологи поставлены в достаточно жесткие рамки нашей клинической работы, вся наша работа проверяется, регламентируется, без конца приходят представители страховых компаний, представители Росздравнадзора, которые четко проверяют нашу медицинскую деятельность. Это сейчас их полное право, потому что деятельность медицинских организаций должна соответствовать критериям стандартов и порядков оказания медицинской помощи, а также с недавних пор и клинических рекомендаций. Для того, чтобы клинические рекомендации, так сказать, активно применялись, с февраля, вот по мае было принято три нормативных приказа, 101Н, 102Н и 103Н, где четко все прописано, какие позиции, какие пункты должны быть отражены в клинических рекомендациях и как эти клинические рекомендации утверждаются. Но это так как бы, так сказать, вступление, поскольку мой доклад будет посвящен действительно такому этапному, этапной работе, которая началась еще в прошлом году, когда еще не было вот этих вот правил игры. Но мы уже, как бы, так сказать, с группой профессионалов, видимо, проинтуичили, как будет строиться наша работа. Значит, опять, извиняюсь, если мы возьмем последние клинические рекомендации, наши онкологические, ну это вот пример рак легкого, это клинические рекомендации, которые были утверждены в ноябре 2018 года на онкофоруме, который проводят АОР и Русска. И вот вы видите пятый пункт раздела реабилитации, который пустой. Рекомендуется проводить реабилитацию, ориентируясь на общие принципы реабилитации, ну то есть, ну как бы ни о чем. Этот пункт пустой. Хотя в порядке формирования клинических рекомендаций есть четкое указание, что должны быть указаны скрининг, диагностика, ранняя диагностика, уточняющая диагностика, клиника, стадирование, варианты лечения, причем все варианты лечения, хирургические, лекарственные, радиотерапевтические, медицинская реабилитация, диспансерное наблюдение и при необходимости палиативная помощь. Вот два раздела медицинской реабилитации и палиативной помощи, они как бы, так сказать, пустые. Для того, чтобы ликвидировать этот, заполнить этот пункт, значит, понятно, нам была нужна какая-то модель нашего действия. Отечественных примеров клинических и достоверных рандомизированных исследований нет. Поэтому мы взяли зарубежную модель. Частично эта модель здесь прозвучала уже вот в предыдущем сообщении. Единственное, что мы добавляем, это так называемая предреабилитация, потому что процесс медицинской реабилитации у онкологического пациента начинается с момента установления диагноза. И кто-то должен этим заниматься. И где-то. Пока этим не занимается никто и нигде. И пятый, так сказать, вот пятый пункт, это прогрессия, терминальная фаза. Это так называемая палиативная реабилитация, которая за рубежом очень активно развивается. В качестве примера вот и на съезде в Японию. А у нас, так сказать, эти пациенты относятся к никакому реабилитационному потенциалу. И по закону мы реабилитацию этим пациентам проводить не можем. Хотя все онкологи прекрасно понимают такой критерий, как качество жизни пациента. И в ряде случаев, если два термина используются, онкологические результаты качества жизни, в ряде случаев, а сейчас все больше и больше, качество жизни выходит на первые позиции. Понятно, вот огромное, то, что касается медицинской реабилитации в онкологии, за рубежом это огромный пласт работы. Эта работа ведется на протяжении последних 60 лет. В нашей, в Российской Федерации, это, ну, так сказать, единичные клиники, действительно, это крупные федеральные центры, которые располагают опытом, собственным опытом медицинской реабилитации на протяжении, там, 15-20-25 лет. Но это, опять же, никак не в рамках каких-то крупных орнитомизированных исследований. Понятно, что проводить работу бесплатно очень сложно, потому что работает большой коллектив специалистов, специалистов из очень крупных, так сказать, центров, которые заняты, которые занимаются своей основной работой. И нам удалось в прошлом году подать заявку на президентский грант и выиграть этот грант как раз по программе онкологической реабилитации, программа, которая бы охватывала все этапы онкореабилитации в нашей стране. Это, по-моему, это первый случай в истории, как бы, так сказать, работы федеральных центров, когда вот федеральный центр получает такую серьезную финансовую поддержку на уровне президента Российской Федерации. Участники проекта, это четыре крупных головных федеральных центра, НМИЦ-онкологии, это все национальные медицинские исследовательские центры. НМИЦ-онкологии Блохина, НМИЦ Николая Николаевича Петрова, институт Герцена как филиал НМИЦ-радиологии, НМИЦ-реабилитации-курортологии, две большие ассоциации, ассоциации онкологов России, ассоциации специалистов по онкологической реабилитации и титулный спонсор наша отечественная компания, которую, так сказать, в рамках импортозамещения мы сейчас, так сказать, используем. Был создан портал. Принцип, которым мы построили свою работу, это нозологические. Причем, если мы говорим про нозологию по всем С0, С90, это нужно было бы составлять онкологические реабилитационные программы на 90 моделей. Поскольку ряд моделей очень сильно похож, мы выбрали 8 моделей – опухоли головы и шеи, рак молочной железы, онкорология, онкогинекология, кости, мягкие ткани, пищеварительная система. И, как бы, так сказать, эти модели, они, по сути, охватывают все наши локализации, кроме нейрохирургии, кроме онкогематологии. Мы построили, вот, видите, онкогенекологическое заполевание. Модель включает вот разные коды. Следующее, так сказать, вот, на чем мы построили свою работу, то, что реабилитация онкологических пациентов должна проводиться не только после хирургического лечения, но и во время, и после окончания лекарственного лечения, и во время проведения радиотерапевтического лечения, вы видите, вот эти все пункты, вот, вот здесь вот они отражены. Дальше, не переключается, вот, термин определения, как я уже сказал, это все этапы, которые должны быть включены в эти клинические рекомендации, а также вот термин предреабилитация, теперь мы должны подумать, где, на каком этапе это должен предреабилитационный этап выполняться. Ну, скорее всего, это на догоспитальном этапе, во время подготовки пациента к противоопухолевому лечению. Все время сбрасывается. Да. И плюс к описанию методик, которые имеют очень высокую доказательную базу, мы включили только крупные рандомизированные исследования, имеющие доказательную базу не ниже 2А, и плюс к каждой модели у нас еще есть приложение, это методические рекомендации, уже имеющие практическое значение. Это дыхательная гимнастика, ЛФК, комплексы физиотерапии и так далее. В принципе, все. Я за 9 минут уложился. Конечно, опять же говоря про дальнейшую судьбу этих клинических рекомендаций, мы должны действовать в правом поле, мы должны провести обсуждение, вывесить эти клинические рекомендации на сайте Ассоциации онкологов России и дальше двигаться в сторону скорейшего утверждения этих клинических рекомендаций, потому что на сегодняшний момент действует национальная онкологическая программа, которая, считайте, уже половина 2019 года уже прошла, она заканчивается в 2024 году. И эта национальная онкологическая программа в том числе включает медицинскую реабилитацию. Мы должны иметь рекомендации, мы должны иметь людей, которые бы эту медицинскую реабилитацию во всех организациях реализовывали. Спасибо.